Девушки отдыхают Не соскучишься с этим Губским Что не день, то подарок Да что же это такое, товарищ генерал У нас прав человек или не прав по номерам машины теперь определяется Вот наша правда была, Губский До тех пор, пока ты не бросил танк в атаку, понял? Понятно Значит, особых вариантов и нет Нет и не будет, товарищ майор А уж по информатике у вас точно вариантов? Нет Игорь, пожалуйста, не надо, я прошу тебя Я даже не в силу брать руку Завтра муж приедет Проходите, майор Есть Ну здравствуйте, Артур Вениаминович Вот мы встретились снова То есть эти деньги ты собираешься вернуть? Конечно Мне чужого не надо Ладно Вот это, в общем, не пропадай Это один шаг до постели, понимаешь? А может даже меньше А чем докажешь? На мобилу снимешь? Не, аккумулятора не хватит Ну хорошо, если будут доказательства Тогда я проспорю Хорошо, готовься к корректе И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Скажи-ка мне, пожалуйста О чем вы там совещали со Стасом? Ну я же тебя не спрашиваю, о чем ты со Светой разговаривала Так, ты что за нанаблюдала, что ли? Ну есть такая вероятность Скажи мне тогда, пожалуйста Что он тебя там еще в коридоре нашептал? А? Да так, ничего О погоде поговорили О погоде? Угу Знаю, Стас не очень-то верится Что, ревнуем? Да нет А зря Зря? Угу Он мне рассказывал, какая у него офигительная тачка Что таких вообще в Москве раз-два и обчелся Ну да, тачка у него действительно крутая Предки подарили на окончании первого курса Могут себе позволить, знаешь ли, да? Да ты что Угу А я вот тут с тобой пешком хожу Можно сказать, судьбу свою ломаю А там такая тачка прокачанная Угу Ну какая девушка устоит? Ну, наверное, только та, у которой парень ездит на БТРе Ну, я-то отдельная песня А вот парень на БТРе Сидел, уткнувшись в Светкины фотки Аж слюни текли Да она сама мне их подсунула Ты что? Конечно, что, мне нужно было изображать внезапную слепоту? А ради любимой девушки можно было изобразить и слепоту, и глухоту Тем более, когда рядом Света Что? Что? Что ты говоришь? Я не слышу тебя А? Что? Димка Димка, я люблю тебя У тебя из маска пришла? А, это я потом прочитаю Ну, хорошо Только не удивляйся, если это Стас Так, при чем тут Стас? Ну, он просил мой номер телефона, и я дала твой Так вы что, номерами телефонов обменялись? Не мы, а вы Марина, не могла бы вообще не давать ему телефон? Слушай, Димка, ну иногда проще оставить номер телефона, чем объяснять, почему нет Ну ладно, разбирайтесь сами, мальчики А я полетела Пока 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 Серьезно Целую во все сладкие места Встретимся у метро В десять часов Ну хорошо Значит, встретимся Здорово Привет Ты как здесь? Да знаешь, иду, смотрю, знакомая тачка До Кремлевки подбросишь? Слушай, я вообще-то занят Занят? Да ладно, потом свои дела порешаешь Подбрось, Стас Ну, я вообще-то девчонку жду А, девчонку ждешь? Ну, это серьезно, да, это серьезно Ну давай тогда мы ее дождемся, а потом ты меня до метро подкинешь Ты Вот метро Да мне на другую ветку Стас Сейчас, подожди минуту А зачем по телефону? Может так, поговорим? Слушай сюда Это тебе за розовые места и за раздачу телефонов уже медичка И запомни, еще одна подобная смс-ка медик тебе точно понадобится, но уже не Марина А очень хороший, опытный уролог Всего доброго Так, делаем разворот и ложимся на курс патрулирования Яблочко Яблочко это яблонеприем Должить остановку Смотри, Анюта улыбается Стив, да хватит уже Какой хватит? Дай хоть отцом немного побыть Так, по машинам заводи, вперед Степа, ты даже с дочкой войнушку играешь, а? Ты не знаешь, что лучше скажи? Ты же на выходные приедешь? Я очень постараюсь, но Романенко дал приказ, что не чаще двух раз в месяц Ну я очень постараюсь Мы учились вместе, он тут часто с дочкой гуляет Привет Доброго Я Игорь Мы с Аней, хотел сказать, одноклассники, но скорее одношкольники А вы Степан, правильно? Да, я Степан, очень приятно Взаимно Как ваша принцесса поживает? О, ее величество, не хочет спать Правда, Машуль? Да Слушай, я тебя помню, ты в восьмой школе учился Точно Да, 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 вы еще против нас в волейбол играли, только ты на три года старше Ну да, я с Самойленкой с Лешкой в одном классе учился Да, 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 да А еще наши жены в одном роддоме почти в один день принесли нам такие подарки Да, Игорь на скорой помощи работает Понятно Вы не против, если мы вместе погуляемся? А нам пора Ну, погоди, мы же собирались гулять до обеда Ну, мне же тебе надо еще в Москву собрать Ничего, Анют, курсанту собраться, только подпоестся Пойдем, Игорь? Идем А твою как зовут? Александра Давыдов, ну что случилось? У тебя хотел спросить, зашел к тебе домой, нет тебя, да вообще где? На рыбалке, или что, по телефону не слышно? Да я серьезно В прокуратуре я, Вась, вызвали срочно Так это, давай я подскочу Это зачем? Напугать здесь всех хочешь, или наоборот насмешить, а? Меня, Миноч, ну я же переживаю Переживаешь? Так ты, Вась, это, дома переживай Вова, обязательно нужно было выходной портить? Нельзя было сюда завтра заехать? Зайка, только не надо истерик Это буквально на две минуты Тем более И вот только заявление подписать И отдать их в заключение Потаткиной машине Чтобы все повреждения от и до Военные не расплатятся, а припечатают по полной Только давай в следующий раз делать Это не выходной день Я быстро Опачки И этот красавец уже здесь Какой? Да вон стоит Транзит по телефону А ведь я его еще на полигоне предупреждал Ладно, это только начало Смешно это все, Кириллыч, смешно Я никогда никуда не звонил И не буду, ты меня знаешь И знаешь же, пусть будет, что будет В конце концов Плевать мне на это Все, давай, давай Закончим на эту тему разговор До завтра Товарищ майор Вы, вы меня не помните? Нет, извините Не припоминаю А я вас помню Это вы меня тогда возле фицерского общежития защитили Отвали от меня, урод! Ты что делаешь? Шалат! Ты мне все Все форму облила Тварь! В чем дело, товарищ майор? Ну да Вот теперь вспомнил Вы знаете, хорошо выглядите Тополю тогда Хорошо досталось А кто такой Тополь? Я не помню А, ну да И я тоже Не помню У вас теперь я вижу другой принц На белом коне На черном Уже три месяца знакомым Скоро замужем буду Ну надо же Думал, такие чудеса В наше время уже не происходят В Москве все возможно? Искренне рад за вас Искренне Вы знаете, у меня дела, извините Товарищ майор Спасибо вам Да не за что Вот как раз Есть За что И долго тебе еще В твоем кремлевском трубить? Три года Ничего себе Ну да Но на самом деле Пролетят Не заметишь Ну как же сказать То есть три года Ребенок будет без отца Ну Нет на самом деле Сейчас вот получается И изредка врываться Ну пройдут три года Потом что неизвестно Вдруг тебя пошлют На Дальний Восток Например Ребенка с собой возьмешь Или Жене оставишь? Ну с собой конечно придется Военная профессия Ничего не попишешь Ну как не попишешь? Тебя же здесь не на цепи держат Нет Не на цепи Ну это мой выбор Мне это знаешь Как-то важно Важно Знаешь Степ Я ведь тоже Три года на флоте отрубил Мужское образ И все такое Но когда родился ребенок Я для себя Сделал выбор Игорь Ну ты просто Меня без ножа режешь Да Вот такая военная карьера Но То есть ты Собираешься семью Всю жизнь таскать По гарнизонам? А Ребенка Давайте сейчас сменим тему А? Вы о женах За глаза говорите И так настроение Ну хорошо Все закрыли тему Че философствовать Воздух сотрясать зря Ладно мне пора Побегу Надо ребенка кормить уже Ань тебе действительно повезло Частливо Пока Ладно Нам же тоже пора Мы тебе еще Мужку сотрять нам Пойдем Ну все Спекся майор У следователя сидит Вид такой Что не позавидуешь Ну что поехали? Подожди Нам надо поговорить Давай Это касается этого майора А к тебе то он Каким боком? Подожди Я все объясню Только сначала Пообещай Ну вот Начинается Степан Ну где Можно столько гулять И сами голодные вроде И ребенка замотали Да Загулялись немного По пути встретили Аниного знакомого Это какого такого знакомого? Одноклассник вроде Он еще у вас во дворе жил Ну тогда я этого точно знаю Как фамилия? Фамилия? Фамилию не знаю Игорь зовут Он наскоро работает Игорь? Понятно Знаете его? Да уж знаю Еще как знаю А твой бывший Настерный тип Походу даже в туалет не отлучается Я же тебе говорила Он псих Не вспоминай Он мне неприятно Да Псих он знатный Надо прогнать его отсюда Пока он от жадности Совсем с катушек не съехал Слушай, еще день И будем в 03 звонить Ну, может все-таки Занять денег, а? Максим Для таких людей Закон не писан Понимаешь? Ну это он так думает Так, Максю Этот разговор мне уже надоел Что такое? У тебя заканчивается увольнение А мы все о нем О нем говорим Лучше поцелуем Есть Сержант Макаров Вот это вы называете поцелуй, да? Ну это был пристрелочный А вот сейчас Ну что ты такая несчастная Как бросанный котенок А ну выше нос Степа, ну чему радоваться? Мы даже толком не успели пообщаться Ну ничего Зато теперь два раза Каждый месяц Главное без залетов Привет А я думаю, кому это по знакомому адресу На вокзал понадобилось Это вы Мир Тесин А выезжайте, а я не поеду А что такое случилось? Ты же меня обещал на вокзал проводить Здравствуйте Если что, Игорь назад довезет Конечно, причем бесплатно Степа, я останусь А то вдруг Машенька проснется Ну даже если проснется Мама с ней посидит Да и до автобуса всего полчаса осталось Это только приехать дурку тебе помахать Аня, если есть хоть один шанс Его надо использовать Разве не так? Едем? Не обижай меня Ну что, как дела, Василий? Намыть его что-нибудь по бабкам Ты это, держись тут, держись Это страшные люди Я их знаю У них снега зимой не допросишься А ты денег Ой, я даже переживаю за тебя немного Куда собрался-то? А дом кто охранять будет? Ты это, давай не филой Я, между прочим, на тебя рассчитываю Ну вот Давай, давай, паря Тренируйся Ты от меня еще не так побегаешь Степочка, ты мне только звони, хорошо? Звони почаще И говори, что ты меня любишь, ладно? Мне это просто необходимо Чувствовать, что ты рядом, что ты есть Я прошу тебя Ну что ты говоришь глупости? Конечно, я тебя люблю Конечно Все, мне пора Мне пора Чего желаете еще, Игорь? Слушай, мне Мне надоело прятаться Именно поэтому я пришел Я хотел, чтобы ты увидел нас обоих Потому что рано или поздно тебе придется Выбирать Выбирать? У меня семья, Игорь У тебя тоже О каком выборе ты говоришь? Ваня, подожди Может, я действительно сегодня был неправ Ты пойми меня, просто мне Каждый день все сложнее и сложнее без тебя Я ревную тебе даже к мужу Вернее, больше всего ревную тебя к мужу Нахожу тысячи поводов всегда Чтобы прийти к тебе в подъезд и позвонить Я люблю тебя Товарищ майор, на секунду Здравствуйте Здравствуйте, товарищ майор Ну, в общем, все Что значит, извините, все? Ну, все Ваша проблема разрешилась Это каким таким образом она разрешилась? Ну, мой благоверный согласился обойтись без обвинений Ваш адрес Претензий у него нет Так-то уж и нет Ну, конечно, он кричал, тупал ногами, но... Ну, как он кричит, я знаю Так что, уж простите, я вам не завидую Ну, я между нами тоже не подарок Кстати, поздороваться с вами Я его так не уговорила Он сидит в машине, нахмурился Ну, мне пора До свидания Счастливо Ну, ты понимаешь, у меня просто это в голове никак не укладывается Ну, всю неделю шла такая война А тут вдруг в понедельник, как будто бы ничего не было Да нет, Александр Николаевич, ну, рад, конечно Тут, понимаешь, еще какая штука получается Губский-то у нас, как заговоренный Но две такие истории за такой короткий промежуток времени И он выходит из них сухим из воды Товарищ генерал-лейтенант, к вам проверяющий из управления А, да, да, да Ну, увидимся еще, Саш, пока Пусть войдет Разрешите, товарищ генерал-лейтенант? Да, майор, заходите Я по поводу майора Губского Мне нужно просить курсантов Которые были на месте, так сказать, инцидента Я не знаю, горчу я вас или обрадую Но никакого инцидента с майором Губским не существует Только что мне позвонили из прокуратуры И сказали, что все обвинения и претензии в его адрес сняты Но танк-то был На гражданскую машину надвигался Вы не поверите, майор Потерпевший утверждает, что никакого танка не было Слава Богу Слава Богу, товарищ генерал-лейтенант Извините, но я понимаю, вы все равно мне не поверите Если бы вы знали, сколько пришлось потратить усилий, чтобы все закончилось подобным образом Ведь вы для меня люди родные Ну, я имею ввиду, ваше училище Товарищ генерал-лейтенант Слава Богу Разрешите идти Всего доброго Всего доброго А это что такое? Вот человек, да Может он действительно все это устроил сам Ань Я чего-то вчера задремала Ты Степу нормально проводила? Проводила И обратно нормально добралась? Ну, как видишь Степан вчера сказал, что вы Игоря встретили Да, он с ребенком гулял А зачем он к вам подходил? Ну, вот откуда я знаю? И что спрашивал? Мама, в чем дело? Ты думаешь, у меня глаз нет? Я в своей жизни насмотрелась вот на таких молодых дур И если ты решила первую любовь по второму кругу запустить Мама, хватит себя накручивать Я-то тут при чем? По себе людей не судят Ты думай о ребенке Тебе и дела до него нет А вот ребенка, пожалуйста, мама, даже не трогай Ой, послушай меня Я тебе не просто так все это приведу А я сказала, хватит Ну что, Гончар, все готовы? Так точно Сержант Не слышу радости в голосе Это ведь любимая игрушка курсантов Разборка и сборка автоматов Думаю, товарищ майор, еще на первом курсе наигрались Гончар, запомни Нормативы курсами не определяют Разборка и сборка автоматов Стрельбы ОЗК Это для вас теперь до пенсии Потому как, если война, от этого ваша жизнь зависит Смирно! Товарищ генерал-лейтенант Второй взвод первой роты отрабатывает норматив по разборке и сборке автоматов Доложил майор Губский Вольно Вольно Ну, а как успехи, майор? Ну, мы сейчас посмотрим, товарищ генерал Команды Внимание, взвод! К выполнению норматива по неполной разборке автомата приступить! Готов! 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 Ну, что, неплохо! Командуй дальше! Внимание! К выполнению норматива по сборке автоматов приступить! Готов! Нет, подожди! Готов! 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 А вы, курсант, знаете о том, что детали в Калашникове взаимозаменяемы? Виноват, товарищ генерал-лейтенант, знаю, но не сообразил. Не сообразил. Майор, на минуточку. Ну что, я тебя поздравляю. С чем, товарищ генерал? Ну, кое-как с чем? Мне сегодня утром позвонили из прокуратуры, сказали, что все претензии сняты. Дело закрыто. Ясно. Не слышу радости в голосе. Майор, что это такое? Ну, хоть бы для приличия. Обрадовался, что ли? Ну, товарищ генерал, я не школьница, это на выпускной бал не похоже. Да это ладно, это я уже слышал. Не школьница, не школьница. Главное, чтоб ты себя не возразил каким-нибудь сверхчеловеком, там, пауком или еще чем-нибудь хуже, с которых взятки гладкие. Они из любой ситуации выходят. Нет, товарищ генерал, пока не планирую. Майор, ну, ты сам-то не знаешь, чего вдруг так внезапно все развязалось-то? Никак нет, товарищ генерал. Тополь ко мне сегодня утром приходил. Говорит, что это мы ему обязаны, твоим счастливым избавлением. Как тебе такой вариант? Тополю? Тополю. Бить женщину это нормально? Какую женщину? Сука! А сук учить надо, они гробую мужскую силу любят! Так, руку пустил, а то бывают ситуации, майор, когда я мужчину ударить могу. А? Очень бы интересно было на это посмотреть. Да! Ну что ж, товарищ генерал, если обязаны, значит. Обязаны. Кстати, я его уже поблагодарил. Ну, не в полной мере, конечно. Как смог. Ничего я не могу понять в ваших отношениях. Ну, ладно. В конце концов, это ваше дело. Ну, курсанты твои меня не порадовали сегодня. Прямо тебе скажу. Что это, понимаешь, такое? Генерал, ну, дожмем. А я не сомневаюсь, что ты дожмешь. Уж чего-чего, а это ты умеешь. Ты их дожмешь, они тебе со страху, что хочешь, разберут и соберут. Ну, это же не единственный способ воспитания офицера. Ну, ты что, майор? Василий Макарович, ну, если по учебной части, то у нас программа от зубов отскакивает. Значит, надо выходить за рамки программы. В чем дело? Надо же все-таки соображалку-то подключать, развивать ее как-то надо, понимаешь? Кругозор расширять, в конце концов. Ну, чего молчишь? Есть. Расширяйсь. Кругозор. 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 Есть пригласительный для нас с тобой. Куда? Куда? На день рождения к Прилузской. Мы с тобой приглашены. День рождения — это хорошо. Это очень хорошо. Слушай, а че ты такой кислый-то, а? Че случилось? Да ничего особенного. Романенко. Че Романенко? Че Романенко? Кругозор ему у наших курсантов, конечно, не нравится. Узкий, говорит. Кругозор какой-то. Расширять его надо. Так, Ведя Минич, послушай, так это ж просто физика. Зимой же кругозор, ну че, он сужается, а этом расширяется. А щас, извиняйте, скоро осень. Ну, вот ты пойди, Романенко, об этом скажи. Да пойду и скажу. Вот пойди и скажи, Василий, пойди и скажи. Только кругозор нам с тобой, этот, теперь, в приказном порядке расширять надо. Понимаешь? Приказ — расширить кругозор. Чего? Делать что будем. Чего делать? Ну, не сказки же дай, на ночь-то им читать. Или викторины проводить. О, а это мысль. Вениаминович, не пугай меня, я сказок не переживу. Ты знаешь, Давыдов, ты придуриваешься там новое. Но на самом деле, латентный гений. Ты чего? Где я говорю? Ну, латентный. Ты чего обматерил, что ли, меня сейчас, а? Разрешите? Губский, только не говори, что у тебя опять что-то случилось, ладно? Никак нет, я так раз по вашему вопросу. Что это значит? Ну, по поводу кругозора у курсантов. Что-то я не пойму. Какого еще кругозора? Ну, как же, товарищ генерал, вы же… Ну, ну, слушаю тебя. Вот, возникла идея, так сказать, предложение провести среди курсантов викторину. Так? Так, на военную тему. Вот, только провести ее развернуто. Товарищ генерал, команды, жюри, ну и обязательно поощрение. А, то есть, ты предлагаешь это в такой игровой, занимательной форме, да? Так точно. Ну, че, молодец, мне нравится, хорошая идея, чья твоя? Нет, никак нет, это… Капитан Давыдов придумал его идею провести викторину. Можешь считать, что приказ о проведении викторины я уже подписал? Угу. И ответственным за проведение ее я назначаю тебя, а не Давыдова. Ну, Давыдов-то тебе поможет по-дружески. Так я же, это же не мое, ну, товарищ генерал. Ну, это я тебя, так сказать, оберегаю от опасностей. Ты сегодня от прокуратуры-то избавился, а от меня, я думаю, тебе не убежать. Так что, давай, иди, готовь курсантов. Разрешите выполнять? Конечно. Курсант, Варнал! Я! Как настроение? Ничего себе. Нормально, товарищ капитан. Да ты оптимист, Варнава. Ну, давай, давай, уже не тяни. Ладно. Сегодня курсант Варнава сразил на повал целого генерала-ветеранта. Своим умением быстро разбирать автомат, быстро соображать и… Этим, какого? Кругозором. Кругозором. Так вот, пуля отрикошетила от начальника училища и попала прямо к нам взвод. Причем не просто взвод, а всем в голову. И эта же самая пуля полетела… Таким образом, мы с тобой тут до утра простоим, Давыдов. Короче, начальник училища приказал в вашем взводе провести викторину на военную тематику. Викторину? Для расширения кругозора гончар и повышения уровня знаний. Схема простая. Две команды задают по очереди вопросы. Жюри присуждают баллы. Участники получают пожизненную славу, а остальные – посмертную. Капитаны выбираются путем голосования. Ну, а поскольку, поскольку мы уже проголосовали, капитанами назначаются… Макаров? Есть. И Красильников? Есть. Ну что, курсанты, вперед и с песней! Разойдите! Разойдите! Ой, ну очень знаю. Слушай, ну чего? Пойдем прилудкой? Слушай, Вась, давай-ка ты это… Иди, а я попозже подойду. Ну, только ты меня одного-то там долго не оставляй. Ну, а чего ты боишься? Ты такая милая женщина. Ну, как чего? Там придет целая стая этих культурологов, а тут я такой. Ну, вот. Ты такой в одном углу сидишь, а они такие в другом. Все дети и боитесь друг друга. Нифига ты течкой не рубишь, пишет. Ну, серьезно, смотрите, риска не до клоула, а отхватить пару благодарностей, ну, все шансы. Ну, и куда же ты примкнешь, рискованный ты нашел? Ну, ладно, господа, прошу обратить внимание. Значит, Красильников у нас филиал МГУ. Ага. Макарова всегда везет. Ну, трезвый расчет говорит о том, что победит. Трезвый расчет. Красильников, запиши нас с брагой. Ну, конечно, извините, но я за фарт. Так что, Макар, запиши к себе, а. Ты правильно делаешь? Ну, а ты, Маргин, с нами? А я это, я победить хочу. Вот. А Крас есть местечко? Иди на свой титаник! Спокойно, спокойно, зато к нам прокур пойдет. Он про Таньки все знает. Артур Вениаминович, ну, наконец-то! А вы, Евгеньевна, разрешите вас поздравить? Боже мой! Какая прелесть! Да, и вот сказать вам, как дева-деве… А я и не знала, что мы с вами под одним знаком-то родились. А я этим горжусь, Алла. Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы ваша жизнь, она была бы такая же красочная, такая же яркая, как эти цветы. Ой, ну, спасибо! Спасибо! А что мы здесь, Артур, в коридоре? Пойдем в комнату. А-а-а! Стоп-стоп-стоп! Обязательная форма одежды! Смотри! А можно это в руках? Артур Вениаминович, вы знали, к кому вы шли. Я не потерплю дезертирства. Ваш друг Давыдов тоже отказывался, но мы его заставили надеть. Подчиняюсь! О, совсем другое дело. Веселый удалец. Жаль, ваши курсанты не видят вас. Да. А вместе с ними и Романенко. Завтра бы я уже подполковником был. Ну, пойдем, Артур, в комнату. Да, ничего себе! Не ожидала, что Алла в молодости давала такой джаз. Сейчас выяснится, что она и на выступе была. И Джи Моррисон у нее квартирник давал. Ну, вот, ну, смотрите, она просто невероятная. Да, Александровна, не обижайте теорию вероятности. Невероятно – это когда кто-нибудь головой астероид отобьет. Ну, это если судить по американским фильмам. Вот-вот. А то, что кто-то, мол, с ума сходил, как раз очень даже вероятно. Ну, почему? Я, например, не сходила. Да, все сходили. Если, например, спросить Давыдова, то он наверняка окажется каким-то металлистом. Ну, ставьте девки самовар, будем слушать мановар. Друзья мои, у нас новый гость. Артур, входи! Здорово! 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 Здрасьте, Наталья Александровна! Здрасьте, дорогая! Здрасьте! 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 Ну, он не мала рожа, но терпимо. Вот теперь ты здесь, будь веселей. Да? У меня две новости. Одна хорошая, другая прекрасная. Хорошая – это то, что Жакой на подходе, а прекрасная – это то, что… Пока оно на подходе, мы будем играть фанты! Ура! Куча! Ну, почему ты наказываешься у них? Ну, что, братья по разуму, давайте думать, как валить этих биороботов с желтой сборки. Пацаны, у меня со что, где, когда материал осталось навалом. Сухой решил интеллектуальный секонд устроить. Не хотите? Идите нафиг. Нафиг. Сухой, ну ты еще заплатишь. Ну, давай, поделись с нами интересными фактами. Ну, вот, например, знаете, немецкий пистолет-автомат МП-40, который у нас во всех фильмах. Шмайсер! Шмайсер? Шмайсер, да, шмайсер. Только он ни фига не шмайсер. Его сконструировал фольмер, а шмайсер там вообще ни при чем. Интересно. Сухой, ну ты же знаешь, Краса, он из таких фактов, как ты, из воды на две трети состоит. Если мы хотим их завалить, то вот надо вопросы по хитрому строить, да? Да. О, Макар, слушай, а моя методичка не у тебя, случайно, по бронетехнике? Она у тебя? У тебя, да? Хорошо. Возьму. Ну, что еще есть? Ну, вот, есть еще одна интересная штука. Значит, Ил-76ТД в десантном варианте берет набор 25 тонн, а в гражданском 20 тонн. Почему? Да. Маргин, тебе листочек не дать? Нет. А зачем? Просто, может, запишешь. Ты же ни фига не запомнишь. Маргин, ты как шпион позоришь профессию. Да ну что, я, я даже не думал. Ну, методичку забери. А. Воркалось, хливки, шарьки… Георгий Георгиевич, но это же не про математику. Не, ну это же Кэрол написал, а он был математиком. Значит, про математику. Воркалось, хливки, шарьки пырялись по-нове, и хрюкотали зюлюки, как мюмзики внове. О, бойся, Бармалея, сын… Нет. О, бойся, Бармаглота, сын, он так свиреп и дик. А в глуши рымит исполин злофастый брондашмык. В общем, я тоже шмык, ладно? Браво, 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 браво. Браво, браво, браво. Продолжаем, продолжаем. Так, а что сделать этому фанту? Станцевать. С кем? Мужчинам. А еще какой? Женщины, которые рядом с ним стоят. Ого… Две, три о'клок, четыре о'клок, рок! Пять, шесть, семь о'клок, четыре о'клок, рок! Девять, девять о'клок, тревять о'клок, рок! Девять, 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 девять! Пописка! Аплодисменты! Аплодисменты! Братца! Спасибо! Браво! А сейчас белый танец! Георгий Юрьевич, не откажите именинницу! Ну, а нам что делать в этом случае? По всей видимости, продолжайте! Не ожидал от вас, товарищ майор! Ну, что вы не ожидали? Я же не в сапогах родился! У меня тоже в детстве милость было! Девушкам, кстати, нравится! Да, до сих пор нравится! Извините! Какой-то будет хороший, да! Говори! О, вот вы где! Отлично! Держим список литературы! Покопайтесь на предмет вопросов! Слушай, Крас, давай, может, сразу перейдем к плану «Б»? Это какой такой план «Б»? Ну, как какой-то неизвестный супергерой, с надписью «Красильников» на груди, единолично рвет всех врагов на викторине, под наши с гончаром аплодисменты! Так, парни, это не Катя, Браво, держи список! Нет, слушай, а мне кажется, задумка хорошая! Да? А задумка у войны была другая! Занять как можно больше народу! Вот пусть война и показала бы нам, так сказать, на личном примере! Действительно! Это мы, значит, добровольно, принудительно горбатимся в свое свободное время! А они футболом свой круглозор расширяют! Где справедливость? Если хочешь справедливости, пойди под окна Романенко, покричи! Землю крестьянам, викторину офицерам! Давай! А я пойду! А? Я пойду? На! Э-э-э, Гончар, ты куда? Ты что, к Романенко собрался? Да! Так, может, попрощаешься с нами? На всякий случай! Да ладно! Я к соседям пакта Молотова и этого... Риббендропа! Работа, Риббендропа заключать! Ага! Нет, вы посмотрите, какая прекрасная пара! Замечательная пара! Абсолютно согласен! Спасибо большое, Наташа Александровна! Я вынужден отклониться! Вам спасибо! Я надеюсь на ответное приглашение на следующий танец! Нет, Наташа, я вынужден... Совсем отклониться! Почему? Было же все нормально! Ну как, все хорошее, оно имеет такое обыкновение, когда-нибудь заканчиваться! У меня просто сосед уезжает! Далеко! Вот я... Я обещал его проводить... Ну надо, значит надо! Мне было очень приятно! Неожиданно приятно! Правда? Извините меня! Продолжаем веселиться! Опа! Маталья Александровна, я поражен на самое сердце! Разрешите вас! Проглашу на следующий танец! Извините, у меня, по-моему, глаза распределятся! Обвеселиться! Раскрывать сослуживцев с неожиданной стороны! Ну, похоже, это уже произошло! Может, вы все-таки вернадьете силу на еще один танец? Нет! Извините! Я, пожалуй, тоже пойду! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова